В Якутии появятся гириатрические участки для оказания медико-санитарной помощи пожилым гражданам 75 лет и старше. Это направление является одним из главных пунктов указа главы республики о мерах по совершенствованию медицинской помощи гражданам старшего поколения. Примечательно, что указ был подписан в преддверии Дня Победы. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Ветеран войны Георгий Ефимович в составе городского совета ветеранов в свое время стоял у истоков открытия гириатрического центра, который заработал в 2000 году. Сегодня он сам является его пациентом. Новость об издании указа он воспринял с радостью. По его мнению, медицинская помощь пожилым людям нужна всегда и везде. Здесь я нахожусь в своем доме. Каждый раз спрашиваю, как чувствуете и так далее. Вы рады, что добились открытия этого центра? Конечно. Сейчас надо еще развивать надо. Сегодня в республике проживают 134 граждан пожилого возраста, в том числе 250 ветеранов войны. Полная медицинская помощь им доступна лишь в гириатрическом центре. По словам врачей, указ главы создаст системность гириатрического обслуживания, так как в первую очередь он подразумевает открытие гириатрических участков и кабинетов. Для нашего населения он очень необходимый, потому что после, как у нас пролечатся пожилые люди, выписываются, уезжают по домам, другие населенные пункты, а поликлиническая служба пока только у нас набирает силы. Надеемся, что наши пациенты будут получать системное, плановое, динамическое наблюдение уже в участковых службах. Согласно указу главы, гириатрические участки должны появиться во всех поликлиниках до конца этого года. Отметим, что такой практики нет ни в одном городе России. Для граждан старческого возраста будет отдельно выделяться участковый терапевт, фельдшер и медицинская сестра. Точно так же, как имеется для детей участковый педиатр, точно так же мы планируем участкового гириатра. Помимо этого, мы планируем усилить взаимодействие с социальными работниками, психологическое сопровождение службы и в помощь участковым гириатрам у нас будет внедряться дистанционное и медицинское обслуживание. Еще одним важным направлением, над которым работают Минздрав и руководство региона, является издание республиканского закона о профилактике старения и продлении активного периода жизни граждан. Закон предполагает внедрение инновационных методов лечения и профилактики. Все это в будущем позволит увеличить продолжительность жизни якутян.